Отдавай больше и тебе вернется больше. Довольно популярное высказывание, которое вы можете много от кого услышать, но мало кто поясняет и объясняет, как это работает. И сегодня я хочу поделиться своим мнением и разобраться вместе с вами, как это работает и работает ли вообще. Говорю вам. Здрасте. Ну и прежде чем мы начнем, я хотел бы сделать важное объявление. Уже 10 августа выходит мой обучающий материал по криптовалюте. В нем я рассказываю и показываю то, чем пользуюсь сам. И даже если вы новичок в сфере криптовалют и вообще ничего не понимаете, изучив мой материал, вы научитесь пользоваться криптовалютами, а также зарабатывать. Пока материал еще не вышел, на предзаказ действует скидка 50%, которой после релиза больше не будет. Также у нас есть гарантия, то есть вы можете вернуть свои средства, если вам что-то не понравится. Ну и конечно же есть возможность оформить материал в рассрочку без переплат. В общем-то все подробности, все ссылки находятся в описании. Мы начинаем. Вот эта мысль, отдавай больше и тебе вернется больше, она преследует меня еще с самого детства. Я помню, мама постоянно кому-то помогала, кому-то отдавала там. Ну в то время был дефицит всяких учебников, ну каких-то школьных принадлежностей, там одежды и так далее. И мама частенько кому-то вот постоянно их отдавала просто, ну просто так. При том, что ладно бы мы были какие-то богачи, да, но нет, это совсем не так. И у меня никогда это в голове не укладывалось. А почему? Почему, если у нас у самих, да, не густо, почему мы отдаем, да еще и бесплатно? И мама мне всегда говорила, что вот нужно отдавать, и тебе вернется там, ну что-то, типа в 100 раз больше. Она это всегда говорила, но никогда не объясняла почему, то есть как это работает, да. И поэтому я очень слабенько так в это верил, но тем не менее, да, ну мама же сказала. И вы знаете, шли годы, а мы как-то богаче особо не становились. То есть как будто бы это правило с каждым годом, оно исчерпывало себя, оно не работало. Далее я взрослею и поступаю в университет. И вот когда меня провожали, опять всплывали вот эти вот фразочки, там из разряда нужно помогать, отдавать больше, тебе возвратиться больше. Хоть я головой этому и противился, но тем не менее, вот изнутри что-то постоянно побуждало меня, вот как раз-таки отдавать, просто так, да, помогать. Вот опять же примеры привожу, когда нужно было решить какой-то пример, люди ко мне приходили, и я без позара мог там где-то подсказать, где-то помочь, а где-то и просто человеку сделать пример, ну потому что, а что? Для меня я понимаю, как это делается, для меня это несложно, если сравнивать там с человеком, который вообще не знает, как делать, да. И уже тогда было принято делать за деньги работу, а я до этого, я и в школе, я и в школе никогда там ничего не брал, никакие деньги, ничего, то есть просто там подсказать, помочь и так далее, это было, то есть для меня это была норма. А люди такие, о, типа, нихуя себе, как так? Я привел лишь несколько примеров, конечно же, в жизни их было намного-намного больше, то есть это, ну, в повседневной жизни чуть ли не каждый день встречается. Наряду с этим я постоянно, ну, смотрю какие-то видосики, да, и постоянно там вот, звучит вот эта фраза, вот эта концепция, что нужно отдавать, ребят, отдавать, и тогда все вам будет возвращаться, ну, там чуть ли не вселенная будет вас благодарить и так далее. Я все это слушал, вроде как авторитетные люди успешные об этом говорили и думал, блядь, да что не так? Что не так? Как вы поняли, у меня в жизни это нихрена не работало. Это не то, что не работало, это работало в противоположную сторону. Чем больше я отдаю, тем меньше я получаю. Объясню, у каждого человека есть какое-то представление, какие-то ожидания о ком-то другом, да, то есть я, допустим, встречаю своего брата, и я знаю, что он вот такой-то, такой-то человек, и он примерно вот так вот будет действовать. Я там встречаю своего друга, он совершенно другой человек, и он будет примерно по-другому действовать, то есть вы поняли, да, суть. Соответственно, в случае со мной тоже складывалось мнение, что вот, есть такой чувак, он может помочь. И то есть это считается как будто бы нормой прийти ко мне вот за помощью, за какой-то. И в случае, если я отказываю, мне же это оборачивается боком, то есть люди такие разочаровываются в тебе, что, а, так ты оказывается не такой, ты оказывается плохой, что не помогаешь, да? Ну то есть стоит тебе один раз отказать, и все, люди сразу начинают, а, он там отказывает, он такой, он еще деньги попросил, да, пиздец. Можно это даже, наверное, проще сказать, чем добрее ты к людям, тем быстрее, тем легче они садятся тебе на шею, то есть тем больше они начинают наглеть. Вот у меня это в жизни почему-то происходило все время так. Я вот сейчас даже прямо несколько примеров приходят просто вот так вот в голову, да, я там помогал человеку, опять же, там, с заданиями, со всякими РГР-ками, со всей этой университетской хуйней. Потом, как мне понадобился мой вариант, да, задачи, я знаю, что у чувака есть несколько вариантов, несколько списков, я прихожу и, ну, как-то надеюсь, что я ему помогал, и он мне поможет. Значит, логично, пиздец, как логично. Оказалось, нет, оказалось, я прихожу, и он просто вот так, блядь, ведь царь и бог вот такой вот, блядь, ну, давай сейчас посмотрю. Да, есть, там столько-то, столько-то стоит. Нихуя себе, блядь. То есть я ему бесплатно помогал, бесплатно что-то решал, да, а он мне просто, блядь, скинуть не может. И это типа один из таких ярких показательных, наверное, примеров. И по мелочи тоже, по мелочи тоже дохуя всяких таких неприятных моментов было. И здесь такой момент, вы можете сказать, что это работает, если ты помогаешь и отдаешь безвозмездно, ни на что не надеясь. Сука! И вроде как да, я всегда об этом думал, что, возможно, и я вот неправильно как-то делаю. С другой стороны, а как можно, ну вот полностью безвозмездно вот что-то отдавать? Ну как это можно сделать? Ты же все равно в той или иной степени, да, то есть ты можешь ожидать, возможно, неравнозначного обмена, но ты ждешь хотя бы какого-то, я хуй знаю, благодарности, что тебе человек скажет спасибо. Но по большей части ты все равно на подсознательном уровне думаешь, что человек как-то больше тебе расположен, что в случае чего он там, ну хоть, сука, по-человечески к тебе отнесется, да? Ну, короче, вы поняли. И мне кажется, невозможно вообще ничего не ждать. Ну вот, вот вообще, то есть как будто бы ничего не произошло. Такое возможно, наверное, когда ты действительно помогаешь, не жертвуешь, да, а помогаешь. В чем разница, в чем ключевая разница и в чем была, наверное, моя ошибка? То, что я в основном жертвовал, а не помогал. В чем разница между жертвовать и помогать? Когда ты жертвуешь, ты свои интересы засовываешь в задницу, а интересы другого человека ты вот типа, о-о-о, надо, бля, помочь нахуй. А помощь, это когда ты свои интересы никак не ущемляешь. В таком случае, наверное, возможно, ну вот ничего не ждать. И то, опять же, ну какого-то хотя бы человеческого отношения ты все равно ожидаешь. Звучит на самом деле как такая немножко обиженная позиция, обиженного человека. Отчасти, наверное, это так, чего уж отрицать, да? Но я хочу и донести мысль, что не все люди плохие, не все люди мрази там, неблагодарные и так далее. И даже в детстве, когда мама вот помогала кому-то, все равно люди по-человечески относились. Вот я помню там, ну хоть там банку варенья, ну что-то такое, да? То есть с огорода люди собрали, сами там сварили варенье, то есть домашнее варенье дали. Ну то есть понимаете, вроде их неравноценный обмен, но все равно приятно, что к тебе есть хотя бы какое-то человеческое отношение. Вот она та самая благодарность хотя бы есть. Там в универе со мной тоже много нормальных ребят были, которые действительно и потом и сами могли помочь. Ну короче, тут все, наверное, от человека зависит. Но вот это правило, отдавай больше и тебе вернется больше, оно у меня никогда не работало. И сейчас, к слову, не работает. Опять-таки, пример, да? Вот у меня есть бесплатный телеграм-канал, полностью бесплатный телеграм-канал. Я делюсь там, короче, бесплатно всем своим опытом, всеми своими мыслями, что сейчас происходит, что там, на мой взгляд, будет происходить. Подкрепляю это доказательствами. Там нет никакого закрытого доступа, там нет никаких реклам, да, сторонних. Я единственное, что, единственное, что я иногда там упоминаю про свой обучающий материал. И то я это делаю не отдельным постом, да, там, не десятью постами в день, что, ребятки, блядь, покупайте. Вот у меня пост вот такой нахуй огромный. И вот здесь в конце просто упоминание, что вот, ребята, у меня есть там материал, там, скидку даю даже периодически, эксклюзивную, блядь. Вот, сука, обидно, наверное, что просто ты охуенный пост выкладываешь, вкладываешь туда много сил, много своих мыслей, авторских мыслей. Я там не пизжу откуда-то, где-то копипаст, да, скопировал, ставил. Я реально сижу, пишу эти посты от души, поделиться полезной инфой. А инфа пиздец какая полезная в нынешнее нестабильное время. И стоит мне чуть-чуть внизу ставить вот это упоминание. Один абзац. Все, люди как будто у них, блядь, шторки падают, и они, там есть реакции в телеграме, и они вот эти рыготинки ставят и ставят, ставят и ставят. Вроде как похуй, да, нас с остальными поставим все нормально. Но вот это отношение, что, сука, что типа, блядь, давай, нам не понравилось нахуй. Я не знаю, может это у меня так в жизни только работает, да, вот эта концепция. Наоборот. Я смотрю на другие каналы, да, я подписан на какие-то другие каналы, тоже по инвестициям. Там и реклама, и закрытые, эти закрытые каналы. И, блядь, свои обучения. И один хуй вообще там негатива практически нету. Как так, блядь? Я вообще не понимаю. И вот очень странная ситуация. Очень странная ситуация. Наоборот. Люди, которые покупают, ну там тоже обучение у меня, они ебать более, больше благодарны. Я не собираю там отзывы никогда, не размещаю нигде, потому что многие не верят. Я сам не всегда верю отзывам на сайтах, поэтому и не размещаю никогда свои. То есть, и не поощряю оставлять отзывы, не прошу никого. Просто люди сами мне пишут слова благодарности. Не бесплатную информацию преподнесли вот так вот там оформленную вся хуйня. А они заплатили, и они еще и благодарны. Казалось бы, должно быть наоборот какой-то парадокс. И как я для себя это понял, как я себе это объясняю. Смотрите, когда я что-то отдаю, да, я как будто бы инвестирую в это. Да, то есть я, допустим, делаю человеку какую-то работу, да, там в универе. И я как будто бы отдал туда свою энергию, свое время, свои знания. Я инвестировал туда, в этого человека, в этот проект. И он для меня становится более значимым. Это можно, знаете, сравнить, вот когда ты смотришь футбол, ну, любое там событие спортивное, тебе плюс-минус похуй. Ты не болеешь за эти команды. Но стоит тебе поставить на какую-то из команд, да, деньги, деньги. Стоит тебе вложиться в это, и для тебя этот матч становится более ценным. Тебе он становится уже более интересен. Хотя ты вроде как футболом-то особо не интересуешься. Тебе пофиг. То же самое и здесь работает. Если посмотреть со стороны человека, который получает что-то бесплатное, ему эта информация, ему вот эта ценность, она досталась бесплатно. То есть человек ко мне пришел в универе, он попросил сделать работу, я ему сделал быстренько, и все. Для него это бесплатно, для него это ничего не стоило. Соответственно, она для него имеет меньшую ценность. А человек, который, допустим, заплатил за мой обучающий материал, для него эта информация уже более ценная, потому что он вложился туда деньгами. Ну еще, наверное, потому что я сделал охуенное обучение. Если мы берем во внимание вот этот факт, получается, что вот это высказывание, вот эта концепция, отдавай больше и придет больше, оно работает прямо противоположно. Хочу обратиться к людям, у которых вот эта концепция работает. Напишите, как вы это себе объясняете. То есть почему это работает, прямо вот механизм, да, алгоритм. Я сейчас попытаюсь объяснить его, и мне кажется, мое объяснение, оно более чем логичное. Это работает как такая некая психологическая ловушка. То есть человек в это верит, в это высказывание. Он видит какие-то, он, соответственно, автоматически видит какие-то подтверждения у себя в жизни. Он там когда-то кому-то что-то отдал, да, и потом ему, ну, грубо говоря, блядь, зарплата с премией пришла. И он думает, вот это потому что я тогда отдал. Но по факту он просто притянул, по факту он просто работал, возможно, в этом месяце лучше. Ну это знаете, как беременные женщины видят других беременных женщин, им кажется, что все вокруг беременны. Или когда вы покупаете себе машину, да, определенную, вам кажется, что у всех такая машина. В общем, в заключении хочу сказать, что у меня это нихрена не работает, а работает ровно наоборот. И поймите, я не призываю вас сейчас перестать помогать всем, потому что вот, нужно не помогать, там, и так далее. Нет, я призываю вас скорее перестать жертвовать. То есть, понятное дело, если можно просто помочь человеку, ну, помогите, а что нет? Но если нужно чем-то жертвовать своим, да, свои интересы запихивать в задницу, ну, стоит подумать, стоит подумать. У меня работает, когда я делаю какие-то действия, которые приводят как раз-таки к результату, да. То есть, допустим, у меня есть вот тот же канал. Кто-то может сказать, что вот, это потому что ты отдавал, и там, вселенная тебя отблагодарила, и все в этом духе. Ну, может быть. Но мне кажется, что-то мне подсказывает, что у меня есть канал, потому что я снимал видео, которые понравились людям. Сейчас монтирую видос и поймал себя на мысли, что я же поначалу, да, первые два года, я ничего не получал с Ютубу. То есть, я как раз-таки отдавал. И тут, получается, эта концепция работает. С другой стороны, так как бы устроена платформа, да, этот путь проходили, наверное, все блогеры. И примерять этот пример на остальные случаи, наверное, было бы некорректно. Короче, фиг знает реально у тех людей, у которых это правило работы. Блять, распишите, как оно, вот не поленитесь, распишите, как вы это видите. Ну, а также не забывайте, что 10 числа выходит мое обучение по крипте. Помимо этого, у меня есть материал по фондовому рынку, который доступен прямо сейчас, и на который я по традиции даю скидку 35% на 4 дня. В общем-то, все ссылки в описании, всем пока.